Украинская страна Это факт, что атаковавшие силовики находились под действием наркотических и психотропных препаратов. С нашей стороны в этом бою потернет. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 1373 раза обстреляли территорию республики. Из этого количества применялась тяжелая артиллерия 56 раз, танки 20 раз, минометы различные калибра 484 раза, БМП 85 раз, зенитные установки и гранатометы и стрелковое оружие 753 раза. Всего за прошедшую неделю противник 6249 раз обстрелял территорию республики. При этом артиллерию, танки и минометы применялось 2517 раз. Со стороны вооруженных сил Украины огневого воздействия были подвергнуты практически все населенные пункты республики. В том числе Азаряновка, Доломитная, Ясиноватая, Спартак, Веселая, Старомихайловка, Саханка, Ленинская, Коминтерного, Зайцева, Васильевка, Михайловка, Гальмовский, Нижнеторецкая, Крутая Балка, Октябрь, Железная Балка, Александровка, Ясная, Докучаевск, Сосновская, Новая Таврия, район аэропорта Петровский район города Донецка. Обстрелы велись по команде военных преступников Горбатюка, Грузевича, Власенко, Николюка, Самарского, Гораза и Делититского. Активно применялась артиллерия калибром 152 мм с позиции 55-й арт-бригады преступника Брусова и реактивной системы залпового огня «Град» с позиции 3-й батальона 79-й бригады, которой командует украинский преступник Шандер. В результате обстрела с позиции вооруженных сил Украины получили повреждение в 18 домов в населенных пунктах Крутая Балка, Старомихайловка, Кубежском и Петровском районах города Донецка. Кроме того, противник в качестве целей для поражения использовал объекты жизнеобеспечения и объекты химической промышленности, стремясь создать экологическую и гуманитарную катастрофу в местах компактного проживания населения республики. Обстреляв район Донецкой фильтровальной станции и территорию Донецкого казенного завода химических изделий, в результате чего погиб один мирный житель. По нашим данным, обстрелы вели прибывшие в зону АТО по поручению полторака боевики ООН и правого сектора. Задача нанести максимальный урон объектам жизнеобеспечения и инфраструктуры. За неделю потери военнослужащих армии ДНР при защите своих границ составили 8 погибших, 2 раненых. Нежелание украинской стороной идти на примирение демонстрирует не только количество нарушений режима прекращения огня, но и концентрация сил и средств у ленив соприкосновения войск. На Горловском направлении 2 взвода танков, 2 взвода 122-мм САУ «Гвоздика», взвод РСЗО «Град». На Донецком направлении дивизион 122-мм САУ «Гвоздика», 1 расчет 203-мм ГАУ «Ципион», взвод 152-мм ГАУ «Гиацин-Б», батарей РСЗО «Град», 2 взвода танков. На Мариупольском направлении взвод танков, 2 батареи 120-мм минометов, взвод САУ «Гвоздика» 122-мм и батареи РСЗО «Град». Вчера преступные силы Украины произвели обстрел населенного пута Авдеевка из танков, с целью которого было нанести ущерб мирным гражданам и обвинить подразделения вооруженных сил ДНР в провокации, а также скрыть свою халатность, в результате которой сдетонировал комплект боеприпасов в районе населенного пута Опытное. При этом отмечается явное противоречие в освещении информации украинской стороной. В частности, руководитель полиции Донецкой области заявил о якобы обстреле окраина Авдеевки из артиллерии, в результате которой погиб мирный житель. Через некоторое время заявление сделал спикер пресс-центра штаба АТО, который утверждал, что разорвалось несколько мин и повредили пятиэтажку. Затем всех опроверг глава Авдеевской военно-гражданской администрации, которая с уверенностью заявила об обстреле с применением САУ и танков. И в заключении, весь этот разыгранный и несогласованный цирк говорит только об одном, что боевики правого сектора проявили собственную инициативу, не согласовав ее даже с представителями официальной лжи от вооруженных сил Украины. Важно отметить, что на месте случайным образом оказалась помощница Оброскина с журналистами, которые зафиксировали разрушение и распространение ложной информации в СМИ. В действительности, что подтверждает наша разведка, в районе 12 часов 30 минут, в районе населения Пута Опытное, на позиции украинских силовиков сдетонировал боекомплект МИН, в результате чего погибло 5 военнослужащих и 7 получили ранения. Информация стала просадчива в социальной сети. Для отвлечения внимания от данного факта, украинские боевики открыли огонь по окраинам населенного Пута Авдеевка. В частности, в районе 17 часов со стороны завода Авдеевского Коксахима, в сторону переезда Мельница, выехало 6 танков и убыли к дачам на винограднике. Рассредоточность в районе карьера и дач противник с 17.45 произвел несколько выстрелов по многоэтажным нежилым домам Авдеевки. Все эти факты подтверждают, в том числе и местные жители на оккупированных территориях вооруженных сил Украины, которые стали свидетелями беспределами украинских силовиков. Наша разведка продолжает выявлять факты разложения украинской армии. В частности, получены подтверждения о полной деморализации военнослужащих 72-й бригады, понесшей большие потери в ходе боевых действий под населенным Пута Авдеевка. Об этом говорят тотальное пьянство среди всего личного состава, включая офицеров, а также волны дезертирства. Только за эту неделю из подразделения бригады сбежал 21 военнослужащих вооруженных сил Украины. Складывается впечатление, что бойцы 72-й бригады стали в тренде социальных сетей, где популярность набирает игра. Сбеги из части вооруженных сил Украины и спрячься от своего командира. Чтобы с позором не потерять 72-ю бригаду, командованию вооруженных сил Украины было принято решение о ее ротации на 28-ю бригаду. Также в последнее время бичом подразделений вооруженных сил Украины в зоне АТО стала нехватка командирского состава звене ротобатальон, причем всех категорий. Чтобы залатать эти дыры, командованию вооруженных сил Украины принято решение о направлении ряда прапорщиков и сержантов на краткосрочные курсы, по окончанию которым им будет присвоено офицерское звание с отправкой на вакантные должности в воюющие подразделения. Фактически, такие кадры не способны управлять подразделениями, о чем прекрасно понимает командование АТО, но от безумных решений своего политического руководства не способны отказаться. Одним из ярких примеров реализации своих профессиональных способностей такими кадрами стало несогласованность действий между подразделениями 25-й бригады и прибывшим на усиление подразделениям 72-й бригады в районе Севимпута-Нитайлова. В результате дружественного обстрела занятых позиций 9 военнослужащих вооруженных сил Украины погибли. Данный факт скрывается от общественности, чтобы не показывать непрофессионализм командира вооруженных сил Украины. Кроме того, решая проблему с неукомплектованностью подразделений, командование вооруженных сил Украины призвало на службу резервистов, возраст которых более 40 лет. Важно отметить, что на этой неделе рядом украинских парламентариев внесен в Верховную Раду законопроект об отключении подачи воды в ДНР и в ЛНР. Этот факт является очередным аргументом против человечности украинской власти и попыток Киева убедить нас в том, что намерение взять под военный контроль Донецкую фильтровальную станцию есть проявление заботы о жителях Донбасса. В свою очередь, мы продолжаем наставить на полной демилитаризации ДФС и выводы из территории украинских подразделений. Кроме того, прошедшая неделя характеризуется активными действиями националистически настроенных подразделений, таких как 24-й батальон «Айдар» и радикальных вооруженных формирований «АУН» и «Правосектор». Их целью является ограничение всевозможных видов торговых сообщений между Украиной и республиками для создания гуманитарной катастрофы, в частности, нашей республики. Но радикальные активисты наткнулись на протест со стороны военнослужащих вооруженных сил Украины и местного населения, которые выступают против такого рода действий. Так, на своем пути Селидово из-за попытки бойцами вооруженных сил Украины помешать боевикам правосектора заблокировать дорогу, произошла перестрелка. В результате чего погибло двое военнослужащих вооруженных сил Украины и пострадало трое мирных жителей. Таким образом, действующие власти Украины демонстрируют полную неспособность отвечать за свои слова и гарантируют выполнение каких-либо обязательств, в связи с чем продолжают терять перед мировым сообществом не только лицо, но и доверие.